Добрый день! Меня зовут Роман Юрьевич Болдырев, я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Мы будем говорить с вами об истории Архангельского Севера в XIX – начале XX века. Без сомнения, переломное время в развитии российской цивилизации, когда имперская Россия стремительно модернизировалась, предпринимая отчаянную попытку догнать ведущие страны мира по объемам промышленного производства, модернизировать социальную сферу – сферу науки, образования и технологий. Академик Юрий Поляков так сказал об этом периоде в истории нашего государства. «Девятнадцатое столетие – это целый океан событий, явлений, перемен, сдвигов. Перед историком – замечательное богатство, многообразие кардинальной важности событий, идей, свершений, буйные раски нового, цепкие остатки старого, переплетение старого в новом и нового в старом». В ходе нашего рассказа мы попытаемся ответить на вопрос, какие новые явления появились на Архангельском Севере в XIX веке, какие события, произошедшие в регионе, являются самыми значимыми и почему. Речь у нас зайдет с вами о второй половине XIX века. Вместе мы попытаемся проследить за теми изменениями, которые произошли в развитии региона во второй половине XIX века. А говорить мы будем с вами о периоде правления сразу двух российских императоров – Александра II и сменившего его на престоле Александра III. В центре нашего внимания окажутся следующие вопросы. Это эпоха великих реформ и ее влияние на Архангельский Север. Пореформенное хозяйство края. В чем проявились противоречия в развитии промышленности, сельского хозяйства, торговли? Как осуществлялось управление Архангельской губернией? И, наконец, какую роль приобрела архангельская политическая ссылка во второй половине XIX века? Итак, в ходе еще не завершившейся Крымской войне на российском престоле произошла заметная перемена. В марте 1855 года на престол заступил Александр II. Период его правления принято именовать в науке периодом Великих реформ. Открываться период Великих реформ, конечно же, будет знаменитой крестьянской реформой 1861 года. Так вот, еще в период подготовки этой самой крестьянской реформы в 1858 году Александр II третьим из российских императоров посещает Архангельский Север. Впервые Архангельск увидел государя, тогда еще не императора, но царя, Петра I в 1863 году. Затем Петр приезжает повторно в Архангельск в 1694 году, в третий раз в 1702 году. В 1819 году Архангельск посетил Александр I. И вот теперь внук, в следующий, после Николая I на престоле, император Александр II в 1858 году вновь удостоил Архангельск чести своего посещения. Он побывал в самом Архангельске, в Соловецком, Антониевосийском монастырях. Помимо церемониальной стороны визита, Александр, конечно же, интересовался теми страшными, с экономической точки зрения, последствиями, которые переживал Север после разорения английской и французской эскадрами в 1854-1855 годах всего Беломорского побережья и всего Мурманского берега Баренцева моря. Английские и французские моряки камня на камне не оставили от многих поморских становищ, сожгли многие населенные пункты вдоль берега моря, причинили огромный урон беломорским промыслам и беломорской торговле. И вот за всем этим внимательно наблюдал Александр II, думал над тем, какие необходимо еще внести в изменения, в экономику края, в социальные отношения в нем, для того, чтобы ускорить социально-экономическое развитие Севера. Все-таки отмена крепостного права не настолько касалась нашего Архангельского Севера. Дело в том, что в Архангельской губернии не было помещичьих крестьян, поскольку не существовало помещичьего землевладения. Собственниками и лесов, и земель здесь были государство и императорская фамилия. Основную часть сельских жителей края, а это более 80% всего населения, составляли государственные крестьяне. Остальные крестьяне Архангельского Севера, проживавшие главным образом в Шенкурском уезде Архангельской губернии и в Вельском уезде Вологодской губернии назывались удельными и принадлежали лично императорской фамилии. Так вот, личная свобода удельным крестьянам была предоставлена в 1858 году в ходе реформы удельной деревни. По своим правам они были приравнены к государственным крестьянам. Таким образом, еще до старта реформы 1861 года все крестьяне Архангельского Севера были уже лично свободными. Конечно же, необходимо было урегулировать вопросы землепользования, связанные с удельными крестьянами. Личную свободу они получили, а вот как будут обстоять дела с земельным фондом? В 1863 году было принято положение о крестьянах, водворенных на землях имений государевых, дворцовых, удельных. Отныне упразднялась власть удельного ведомства над данными крестьянами и определялся переход части удельных земель в их собственность на условиях обязательного выкупа. Размер получаемого надела и сумма выкупных платежей фиксировались в специальном документе. Он назывался уставной грамотой. Такую уставную грамоту планировалось подписать и ввести в действие в течение двух последующих лет. И вот здесь и возникла главная загвоздка при реализации этой реформы. Поскольку удельное ведомство оставило крестьянам только пахотные земли, но отрезало у них часть сенокосных угодий и леса, то 92% бывших удельных крестьян просто-напросто отказались подписывать подготовленные ведомством уставные грамоты. И в результате их пришлось вводить в действие в одностороннем порядке. То есть со стороны крестьян никто своих подписей под документом не ставил, и они вводились в администрацию удельного ведомства. И процесс протекался значительно медленнее, чем планировалось, и растянулся не на два года, как было задумано изначально, а на целых шесть лет, вплоть до 1869 года. Еще одна важная реформа, касавшаяся крестьянского населения, это дальнейшее реформирование положения государственных крестьян. В 1866 году Александр II утвердил закон о поземельном устройстве государственных крестьян. В соответствии с этим законом крестьяне должны были за выкуп получить в собственность все сельскохозяйственные угодья, бывшие в их пользовании до реформы. То есть никакой системы отрезков, характерных для помещичьих крестьян, вышедших из крепостной зависимости в отношении государственных крестьян, не применялось. Однако это положение не касалось многочисленных лесов губернии, которые по-прежнему остались собственностью государства. Реформа породила целый широкий круг сопутствующих вопросов, которые также требовали своего разрешения. Предстояло провести межевание земель. А это межевание, как мы с вами знали, не состоялось еще и в XVIII веке, когда Екатерина II впервые в 1765 году предприняла попытку межевания всех земель на европейской территории Российской империи. Необходимо было зафиксировать крестьянское землевладение в специальных документах. Они получили название «владенные записи». Проведение реформы на Севере оказалось связано со столь серьезными трудностями, в том числе и из-за нехватки денежных средств, и из-за нехватки квалифицированных специалистов, что даже подготовительные работы к ней были отложены на неопределенный срок. В результате к началу аграрной реформы государственной деревни в Архангельской губернии так и не приступили. Еще одна важная реформа Александровского времени – это, конечно же, земская реформа, которая стартовала на территории нашей страны в 1864 году. В соответствии с этой реформой на территории Российской империи должны были быть созданы губернские и уездные земские учреждения. Однако эта реформа опять же обошла стороной Архангельскую губернию. В соседних Алоницкой и Вологодской губерниях земские учреждения были введены. Они стали действовать на территории Каргопольского уезда, Вельского уезда, Сольвачегодского, Яринского уездов, соответственно, Алоницкой и Вологодской губерний. И там стали вносить вклад в развитие местного хозяйства, медицины, образования на севере. В Архангельской же губернии местными вопросами продолжали ведать дореформенные административные учреждения, такие как губернское о земских повинностях присутствие, приказ общественного презрения, учрежденный еще Екатериной Второй и другие органы. Губернаторы Севера неоднократно говорили о том, что деятельность всех этих устаревших органов малорезультативна. Они предлагали распространить земскую реформу и на территорию Архангельской губернии. Но все это встречало непреодолимое препятствие со стороны царской власти. Ни Александр Второй, ни Александр Третий, ни Николай Второй не хотели вводить земские учреждения в крае, в котором не было помещиков. И в результате основными деятелями земских управ и земских правлений стали бы представители непривилегированных слоев общества. Поэтому вплоть до 1917 года вопрос о проведении земской реформы в Архангельской губернии так и не будет решен. Последним губернатором, который ставил этот вопрос перед царскими властями, стал Бибиков. В 1912 году, накануне Первой мировой войны, он последний раз предпринял попытку убедить Николая Второго в необходимости введения земских учреждений на севере. Но вплоть до революции 1917 года этот вопрос так и не получит своего разрешения. Но если мы взглянем с вами на карту Архангельского севера, то мы увидим с вами, что на территории соседних с нами регионов это Олоницкая губерния, здесь были созданы земские уездные учреждения в Повенце, в Петрозаводске, Олонце, в Вытигре, в Каргополе, Пудаже. Были введены земские учреждения в Вельском уезде, в Великомустюге, в Тотьме, в Вологде, Кадникове, Сольвычегодске, Усть-Цисольске и Яринске. Ну а территория, мы видим, Архангельской губернии осталась без земских учреждений вплоть до 1917 года. Иначе обстоять будет дело с городской реформой в нашем крае. Городовое положение, учрежденное Александром II в 1870 году, было таки распространено на города Архангельской губернии. В самом Архангельске оно вводилось уже в 1870 году. И мы видим с вами на этом историческом снимке здание Архангельской городской думы, которое находилось в самом центре города Архангельска, на площади, которая с 1867 года носила название Ломоносовской площади, располагалось рядом со зданием губернских присутственных мест. Мало кто из жителей города Архангельска узнает в этом здании, ныне здание Северного государственного медицинского университета. Угловая надвратная башня была снесена, здание было надстроено еще двумя этажами в 1930-е годы и превратилось в здание Медицинского института, а ныне Северного государственного медицинского университета. А вот в уездных центрах, в Шенкурске, Холмогорах, Пинниге, Кеми городские управы были созданы, и городские думы в 1872 году, в Онеге, Мизене, Коле в 1873 году. Новые, бессословные органы городского самоуправления, городские думы и городские управы, сыграли положительную роль в хозяйственном, в культурном развитии северных городов, прежде всего в истории самого губернского центра города Архангельска. И можем, опять же, визуализировать с вами на карте, посмотреть, как распространялась городская реформа Александра II на территории европейского севера нашей страны. Мы видим, от Вологды и Точме на юге, и вплоть до Заполярной Колы на севере, от Олонецкой губернии, Олонца, Петрозаводска, и вплоть до расположенной на реке Печори Усть-Цельмы были созданы городские думы и городские управы в каждом уездном центре трех северных губерний – Архангельской, Олонецкой и Вологодской. Не менее важной реформой, которая связана с именем и эпохой правления Александра II, конечно же, является судебная реформа. В 1864 году Александр II утвердил судебные уставы, которые вводили в Россию бессословность суда и его независимость от административной власти. Вводилась несменяемость судей. Судебных следователей – равенство всех сословий перед законом и судом, состязательность и гласность судебного процесса с участием в нем присяжных заседателей и адвокатов. Тогда они назывались присяжными поверенными в суде. На Архангельскую губернию реформа не распространялась. У нас все эти суды присяжных в 1860-е и 1870-е годы не распространялись. Для введения новых судебных учреждений, конечно же, требовались очень значительные средства. Кроме того, они требовали достаточного количества профессиональных судебных чиновников. Кадровый голод – это одна из главных проблем, потому что требования и к количеству судей, и к количеству других профессиональных юристов, адвокатов, прокуроров в связи с введением суда присяжных, понятно, резко возросли. В 1867 году в Архангельске была создана Объединенная палата уголовных и гражданских судов. В уездах вплоть до 1888 года сохранялись уездные сословные суды по мелким уголовным и гражданским делам. А вот первое заседание с участием присяжных заседателей в Архангельском окружном суде, а этот суд был создан при императоре Николае II в 1896 году, так вот такое первое заседание в Архангельске произошло в 1909 году. И мы видим с вами фотографию уже 1810 года, как раз на ней запечатлены присяжные заседатели, которые рассматривают первое в истории нашего края уголовное дело с участием присяжных заседателей. И мы видим с вами, как распространялась постепенно на протяжении десятилетий судебная реформа на Архангельском севере. Если посмотреть с точки зрения географии, то с юга, востока на северо-запад потихонечку распространяются новые судебные органы. Мы видим с вами созданные окружные суды, они действовали в Петрозаводске, в Великом Устюге, в Вологде и Архангельске. Но кроме этих окружных судов, учрежденных уже при Александре III и дальше при Николае II, стали действовать мировые судьи. Вот они были представлены в каждом уездном центре и в каждом губернском городе всех трех северных губерний. Еще раз повторю, Архангельской губернии, Вологодской губернии и Олоницкой губернии, но вводились не одновременно, не одномоментно, а поэтапно. Начиная с более развитых и в экономическом отношении, и с образовательной точки зрения губерний, юго-востока, это для нас Новгородская губерния, куда входили Кирилловские и Белозерские уезды, в частности, Тихвинский уезд, дальше на территорию Карелии, на территорию Олоницкой губернии, затем Вологодской губернии и, наконец, Архангельской губернии. Последними уездами, в которых будут создаваться мировые судьи, станут Мизенский уезд и, затем, Печорский уезд Архангельской губернии. Теперь рассмотрим с вами развитие экономики, как будет развиваться с экономической точки зрения Архангельский север в переформенный период. Становление фабрично-заводской промышленности в Архангельской губернии происходило значительно медленнее и началось позднее, чем в центральных регионах нашей страны. С 1860-х годов наш край вступил в полосу затяжного экономического кризиса, который охватил очень многие отрасли экономики. Главной причиной тому стало упразднение в 1862 году Архангельского военного порта и Архангельского адмиралтейства. На прошлой нашей лекции, касавшейся первой половины XIX века, мы сказали с вами о негативных экологических последствиях, связанных с работой Соломбальской судоверфи Архангельского адмиралтейства. Вырубая лес в бассейне реки Северной Двины, вырубая лес на притоках Северной Двины, тем самым работники адмиралтейства, работники лесной отрасли, они немало способствовали обмелению северных рек. И одной из жертв этого обмеления как раз и стала сама Соломбальская судоверфь. Огромные песчаные отмели появлялись прямо напротив эллингов, откуда должны были сходить в реку, вновь построенные корабли. Вместо прежних пяти эллингов, использование которых оказалось невозможно по целевому назначению, были построены севернее новые эллинги, но через некоторое время и там спуск кораблей на воду стал практически невозможен. Роковым для архангельского адмиралтейства стал спуск на воду фрегата, причем уже парового фрегата, винтового фрегата «Пересвет». Со всего размаха при сходе со стапеля этот фрегат угодил на мель, образовавшуюся напротив архангельского адмиралтейства. Все попытки съема корабля с этой мели оказались безрезультатными, оказались тщетными, и это стало приговором для работы Соломбальской судоверфи. Распоряжением императора Александра II в 1862 году архангельский военный порт был закрыт, адмиралтейство было расформировано, а все корабельные монастера переведены в другие регионы нашей страны, где военное судостроение продолжало существовать. Адмиралтейство было связано с сотнями хозяйственных ниточек, сотнями экономических связей с другими предприятиями на территории Севера, которые поставляли ему древесину, поставляли канат, поставляли железные изделия, необходимые для судов. Теперь все эти предприятия оказались в состоянии глубокого кризиса, потому что главный покупатель их продукции перестал существовать. Пытаясь придать какой-то новый импульс развитию региона, губернские власти с 1868 года начинают вторую волну, уже официальную волну колонизации Мурманского побережья. Дело в том, что в ходе Крымской войны Мурманский берег Кольского полуострова был полностью разорен английскими и французскими кораблями, сновавшими вдоль побережья, разорявшими рыбацкие становища. Кроме того, в ходе военных действий в 1854 году была полностью сожжена Кола, административный центр Мурманского края. Так вот, теперь губернские власти решили заселить край заново. Но организованное властями переселение создало региону на самом деле новые проблемы. Дело в том, что главный упор губернские власти делали на привлечение не русских переселенцев из других регионов, а преимущественно иностранных колонистов. И это решение оказалось очень недальновидным. Впоследствии властям пришлось даже сдерживать поток нежелательных переселенцев, организовывать охрану от браконьеров Мурманского побережья, бороться с контрабандой. Настоящим бедствием для края стали норвежские рыбопромышленники, которые вели, по сути дела, браконьерский лов рыбы вблизи российского побережья. Для защиты наших российских промыслов, для защиты наших государственных интересов в Баренцевом море в 1881-1882 годах пришлось даже организовать действия специальных крейсерских эскадр. Вооруженные шхуны «Полярная звезда» и «Бакан» должны были охранять наши побережья, охранять места промыслов, которые совершали наши поморы, от набегов со стороны норвежских браконьеров. Во второй половине XIX века начинает стремительно развиваться на севере речное и морское паровое судоходство. И еще в 1858 году началось регулярное речное сообщение между Архангельском и Великим Устюгом, которое осуществляло акционерное Северодвинское пароходное общество. Одним из его основателей был купец Афанасий Васильевич Булычев, который стал первым директором-распорядителем этой компании. В 1862 году открылось пароходное сообщение по Белому морю. Сделал это Соловецкий монастырь, который в ближайшее время обзавелся целой эскадрой из собственных пароходов, которые сновали между Архангельском и Соловками, между Архангельском и другими пунктами на Беломорском побережье, доставляя необходимые монастырю грузы, запасы продовольствия, заставляя паломников, которые шли поклониться Соловецким святыням. Этому примеру последовали и другие северные судовладельцы и рыбопромышленники, создавшие в 1870 году товарищество Беломорско-Мурманского срочного пароходства. Однако деятельность этого товарищества была сопряжена с многочисленными чрезвычайными происшествиями. Одной из главных проблем стали аварии с пароходами. В результате в 1875 году товарищество прекратило свое существование. Но уже в том же 1975 году было организовано новое товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства. И в результате с этого момента морское пароходное сообщение на севере уже не прекращалось. Однако количество судов, задействованных на линиях товарищества, было незначительным. Имелось всего 4 парохода, что для бескрайних просторов севера, еще раз подчеркну, от побережья Норвегии и до Новой Земли, Баренцево море, Белое море, это было ничтожно малым. До тех пор, пока уже в 80-е и 90-е годы XIX века не будет принято решение о субсидировании государством морских перевозок на севере, объемы перевозок грузов, объемы перевозки пассажиров на судах товарищества оставались весьма незначительными. Но пароходы это хорошо, а железный конь все-таки лучше. Главным локомотивом, без сомнения, развития экономики по реформенной России во второй половине XIX века, конечно же, являлись железные дороги. Строительство железных дорог позволяет ускорить развитие металлургии, машиностроение, интенсифицировать добычу каменного угля, производство древесины. Однако вплоть до 1890-х годов Архангельский Север оставался в стороне от строившихся в России железных дорог, что очень неблагоприятно отражалось на экономике края. В 1884 году Архангельску исполнилось 300 лет. Торжественные мероприятия, приуроченные к 300-летию Архангельска, прошли в губернанском центре. Многие столичные издания откликнулись на это событие, тем более что в праздновании юбилейных торжеств приняли участие и члены императорской фамилии. Однако авторы статей в центральных изданиях, говоря о большой роли, которую когда-то в прошлом сыграл Архангельск в истории страны, отмечали и упадок благосостояния города, и упадок экономики северного региона, говорили о том, что необходимо поднимать его экономику и культуру. Отношение правительства к северному краю изменил великий голод, поразивший территорию европейского севера нашей страны в самом начале 90-х годов XIX века. И вот тут-то как раз и сказалась невыгода транспортного положения севера. Отрезанный от важнейших центров коммуникации центральной России, Архангельский регион не мог получить хлеб из Сибири, не мог получить хлеб из богатых провинций Поволжья для того, чтобы накормить местное население. Число голодающих измерялось тогда тысячами. Многие люди погибли от этого голода. И вот тогда правительство решило изменить вопрос транспортной доступности. Организовать строительство железных дорог в северном направлении. И здесь, конечно же, мы должны вспомнить одну из ключевых фигур строительства железных дорог в России во второй половине XIX века Савва Ивановича Мамонтова. Это с его подачи в 1894 году началось строительство железнодорожной линии Вологда-Архангельск, которой предстояло связать Архангельскую губернию с Москвой. Мысли Савва Ивановича шли гораздо дальше одной железнодорожной линии, плюс и достаточно большой. Мысль Мамонтова заключалась в развитии северного проекта, так он его назвал. Построить три важнейших железнодорожных линии. Одна должна была связать регион Санкт-Петербурга с Кольским полуостровом, для того чтобы предоставить русской промышленности незамерзающую гавань, которую представлял из себя Кольский залив и соседняя с ним Екатерининская гавань, находящаяся на входе в Кольский залив. Это дало бы возможность круглогодичной навигации, круглогодичного экспорта российского сырья, российской продукции в Западную Европу. Второй ход – это от Вологды на Архангельск. Он позволил бы связать север с центральным промышленным регионом. И третья железная дорога, которую, по мысли Саввы Ивановича, необходимо было построить – это железнодорожная ветка от Перми через Вятку, дальше на Котлас, затем с продолжением в виде пароходной линии, опять же, до Архангельска. Это позволило бы связать уральский промышленный регион и доставлять бесперебойно сибирский хлеб в северные малохлебные губернии Российской империи. Но, к сожалению, не всем его планам удалось сбыться. Строительство, которое началось в 1894 году, было закончено только в 1898 году. Однако железная дорога, построенная на средства Саввы Ивановича, первоначально была узкоколейной. Она не предназначалась для больших объемов грузовых перевозок. Дорога была однопутной, что тоже создавало серьезные проблемы с логистикой, потому что разъездов на этой железной дороге было очень мало. И прежде чем пропустить встречный состав, необходимо было дождаться прохода по прямому штреку, по прямой линии поезда от одной крупной железнодорожной станции до другой. Вторая железнодорожная ветка, которая все-таки была построена из трех запроектированных Мамонтовым, это железнодорожная линия Пермь-Вятка-Котлас, которая была введена в эксплуатацию в 1898 году. С какими трудностями пришлось столкнуться строителям железных дорог у нас на севере, видно из этого документа. Это обзор Архангельской губернии за 1897 год. Значительная часть этого обзора как раз и была посвящена устройству Вологодско-Архангельской железной дороги. Железнодорожная линия кратчайшим путем направляется от города Вологды прямо на север к Архангельску, почти не отклоняясь от 10-го меридиана. Нужно сказать, что изначально рассматривались разные варианты строительства железной дороги, в том числе вдоль знаменитого Северодвинского торгового пути, то есть вдоль течения рек Суханы и Северная Двина. С логистической точки зрения организовать такое строительство было бы гораздо проще. Все необходимые грузы, песок, рельсы, шпалы можно было бы тогда доставлять с помощью водного транспорта. Однако такая железнодорожная линия была существенно длиннее, а средств частных инвесторов Савве Ивановичу удалось привлечь очень немного. Поэтому ему пришлось радикально спрямить железнодорожную линию и строить ее, как и написано в этом обзоре, вдоль 10-го меридиана, имеется в виду отсчет от Пулковского меридиана, а не от Гринвичского меридиана, по прямой линии. Протяжение главного пути линии составляет 596 верст. Для устройства земельного полотна произведено около 1 миллиона 400 тысяч кубических сажен земляных работ. По линии построено свыше 350 деревянных мостов общим протяжением около 7 верст, а также 16 железных мостов. Это еще одна серьезная проблема, с которой встретились строители. Север изобилует реками, и через каждую из этих рек приходилось строить мост, что тоже заметно удорожало строительство. Из 18 станций, построенных на линии, наиболее важными являются конечные – Вологда и Исокогорка. На первой построено каменное пассажирское здание, а на второй – деревянное с каменной центральной частью. Это тоже техническое ноу-хау, примененное Саввы Ивановичем. С целью удешевления строительства железнодорожных станций, а они также требовали крупных денежных средств, было заранее разработано архитекторами три типовых проекта строительства железнодорожных станций. В зависимости от важности станции, ее причисляли либо к первой категории, либо ко второй, либо к третьей. Станция первой категории мы видим только одна – это Вологда, поэтому там строилось целиком каменное здание по заранее утвержденному проекту. Станции второй категории – это каменная центральная часть, деревянные части по бокам – это Исокогорка. Все остальные станции считали станциями третьей категории, и там строились типовые деревянные здания вокзалов. На некоторых из станций устроена гидравлическая централизация стрелок. Водоснабжение большинства станций устроено из живых источников, кроме станций Вологда, Плесецкая и Емца, где были пробурены артезианские скважины. Для приема и переправы грузов и пассажиров была устроена на левом берегу Северной Двины, напротив города Архангельска, пристань, соединенная со станцией Исокогоркой отдельной ветвью. Вот здесь еще один любопытный момент, связанный со строительством этой железной дороги. Денег для того, чтобы дотянуть железнодорожную колею непосредственно до Архангельска с мостовым переходом через Северную Двину не хватило. Поэтому изначально конечной станцией считалась станция Исокогорка, расположенная значительно южнее Архангельска и находящаяся не на правом, как сам город, а на левом берегу Северной Двины. От Исокогорки приходилось доставлять пассажиров в летнее время на пароходике, в зимнее время на санях прямо по льду Северной Двины. Лишь в последующем железнодорожная магистраль была протянута до берега Северной Двины, прямо напротив центральной части Архангельска. Здесь был построен новый вокзал к 1914 году, ну а мост через Северную Двину появится только в 1964 году. И с тех пор центральная часть города Архангельска связана с железнодорожным сообщением с остальной Россией. А в конце XIX века железнодорожный путь заканчивался на левом берегу Северной Двины. Из общего протяжения Архангельской линии свыше 10% составляют глубокие болота. Такие болота по засыпке представляют собой крупные земляные сооружения, большей частью своей скрытые в земле. Засыпка таких болот, заросших озер, укрепление сплывов и оползней, встречающихся вследствие климатических условий и геологического характера пересекаемой местности, в связи с другими препятствиями, обусловленными суровой природой Северного края, представляла трудности, которые потребовали усилий еще мало встречавшихся в русской строительной железнодорожной практике. Вот так получилось, что Савва Иванович, желая сэкономить на строительстве железной дороги, пролагая ее в меридиональном направлении, угодил прямо в крупнейшие болота, расположенные на территории Архангельской области. Настоящим камнем преткновения для него стали Мошинские болота, расположенные в центральной части Архангельской области, которые приходилось засыпать и засыпать и засыпать песком. В результате железнодорожное сообщение в Архангельске открывалось дважды. Его торжественное открыли в 1897 году, но буквально через несколько недель после торжественного открытия случился провал. В болоту провалилась значительная часть участка железнодорожной линии, после чего засыпку болота пришлось проводить заново, заново поверх выкладывать новый железнодорожный путь и повторно открывать железнодорожное сообщение между Архангельском и центральной частью России. Паровозики на эту линию были закуплены маломощные. Каждый из таких паровозов мог тянуть за собой 3-4 вагона. Понятно, что этого было крайне недостаточно для эффективной перевозки и перевалки грузов между центральным промышленным регионом и Архангельском. Это резко сдерживало дальнейшее развитие экономики, но лиха беда, что называется, начало. Вспомним и о личности самого Ивановича Мамонтова, тем более, что он того явно заслуживает. Это известный российский предприниматель и меценат. Пик его предпринимательской деятельности перешелся как раз на строительство северной железной дороги от Ярославля до Архангельска. Строительство дороги растянулось на период с 1872 по 1897 годы. Для того, чтобы привлечь внимание общества, а компания Мамонтова была акционерным обществом, так вот для того, чтобы привлечь внимание общества к освоению богатств севера, он прибег к нестандартным средствам. Он субсидировал поездку на север известных художников Верещагина, Серова, Коровина. Им было оплачено путешествие по всему северному краю от Вологды до Кольского полуострова с обязательством, обязательно по возвращению из этой поездки устроить в Москве и других городах России крупную выставку своих работ, которые будут созданы в ходе этого путешествия. В 1896 году Мамонтов добился организации в рамках 14-й Всероссийской художественной и промышленной выставки в Нижнем Новгороде особого отдела, который получил название «Крайний север». Оформление этого отдела было поручено все тому же художнику Константину Коровину. Мы видим с вами на фотографии, как выглядел этот отдел выставки, удостоившийся золотой медали Всероссийской выставки 1896 года. Мы видим, на стенах павильона были развешаны панно и картины, созданные Коровиным в ходе путешествия, а на прилавках были выложены экспонаты. Это пушнина, это другие природные ресурсы, которые богат наш север. Выставка пользовалась фантастической популярностью, и успех этого павильона «Крайний север» был настолько велик, что решено было включить экспонаты этой выставки во всемирную выставку в Париже. Они должны были украсить павильон, который должен был демонстрировать богатство и могущество России. И этот павильон также получил гран-при Парижской всемирной выставки 1900 года. Но сам Мамонтов этого успеха, этого триумфа в мировом масштабе своей идеи уже не увидел. В сентябре 1899 года, не сумев расплатиться со своими кредиторами, Мамонтов был арестован и заключен в тюрьму. Летом 1900 года суд оправдал предпринимателя, однако тот был уже фактически разорен, а созданные им железные дороги были выкуплены в казну. Процесс промышленного развития Севера ускорился только в самом конце 19-го столетия. Сделано это было за счет ориентированного на экспорт лесопиления, которое становится ведущей отраслью производства в нашем крае. Число лесопильных предприятий значительно выросло в 1890-х годах и достигло 20. Для сравнения, в начале 1860-х годов у нас насчитывалось только 8 лесопильных заводов. Основным видом оборудования лесозаводов являлась пилорама. В 1890-х годах в среднем на один завод приходилось 4 таких пилорамы. Увеличение числа пилорам, увеличение числа станков сопровождалось ростом мощности парасилового хозяйства лесопильных заводов. В 1888 году на лесозаводе в Онеге впервые стало использоваться электричество в качестве энергии, приводящей в действие пилорамы. Затем электричество стали применять уже на заводах в Архангельске. Это заводы Линдерса, 1891 год, на заводе Сорусаново в Киме в 1892 году. К 1900 году почти все лесозаводы нашего края уже имели собственное электрическое освещение. Это было очень важно, потому что применение электрического освещения позволило организовать работу предприятия сразу в две смены. А значит, потенциально это давало возможность увеличить выпуск продукции в два раза. Самыми крупными предприятиями становятся лесозаводы удельного ведомства, фирм Сурков и Шергольд, Ульсен, Стампе и компания лесозавод «Братья Вольневы». На этой диаграмме мы видим с вами, как развивалась лесопильная отрасль в Архангельской губернии в конце XIX века. А именно, мы охватываем с вами период с 1885 года по 1894 год. Мы видим два вида данных на нашей диаграмме. Красным цветом, столбиками, обозначено число занятых на лесозаводах. В 1885 году мы видим, примерно 1400 человек трудилось на лесозаводах в Архангельской губернии. К 1894 году число занятых возросло почти в два раза, составив 2400 человек. Зеленым цветом мы видим, обозначена выработка готовой продукции. Здесь мы видим, данные у нас весьма разнятся. Мы видим сначала медленный рост производства с 1885 года по 1888 год. Однако этот рост, сравните его, пожалуйста, со столбиками, обозначающим число занятых на промышленном производстве, рост был экстенсивным. Он достигался целиком и полностью только за счет увеличения числа рабочей силы, занятой на предприятиях. Затем период с 1888 года по 1891 год мы видим с вами спад промышленного производства, совпавший по времени с мировым экономическим кризисом, который охватил крупнейшие страны Западной Европы в этот период времени. Лесная лесопильная отрасль это экспортно ориентированная отрасль. Соответственно, она в первую очередь страдает в связи с началом мирового экономического кризиса. Ну а затем, начиная с 1891 года, мы видим резкое увеличение объема выпускаемой продукции. Для сравнения, если в 1890 году примерно чуть более 2 миллионов рублей составляла выработка готовой продукции, то к 1894 году она чуть-чуть не достигла показателя в 4,5 миллиона рублей. Причем, что примечательно, обратите внимание на число занятых на промышленных предприятиях, оно выросло незначительно, а рост производства в этот период времени был просто феноменальным. То есть от экстенсивного роста, роста за счет увеличения числа занятых, мы перешли к интенсивному росту производства. За счет электрификации хозяйства, за счет увеличения числа пилорам на каждом отдельно взятом лесопильном заводе. Также активно приходит акционерный капитал в лесопильную промышленность. Появляются собственные акционерные компании. К 1900 году их на севере действовало уже 10. Крупнейшими из них являлись акционерное общество, компания Онежского лесного торга, Беломорская компания, Товарищество беломорских лесопильных заводов, действовавшая под собственным брендом фирма «Русанов и сын». Маймаксанское лесное товарищество. К концу 19 века все большую активность в лесном деле на русском севере стал проявлять иностранный капитал. Это было связано, с одной стороны, с исчерпанием лесных ресурсов в Западной Европе, потому что значительная часть леса была вырублена на протяжении 19 и предшествующего 18 столетий в Западной Европе. Это было связано и с развитием парусного флота, это было связано с использованием древесного угля в металлургии. И вот теперь Западная Европа оказалась перед выбором либо эксплуатировать оставшиеся лесные массивы в Западной Европе, либо организовать импорт на территорию региона Западной Европы лесных ресурсов из Канады. Это будет один вектор, одно направление ввоза лесного сырья в Западную Европу. И русский север. Это второй важнейший источник. Причем русский север находился значительно ближе к Западной Европе, чем Канада. Поэтому ставка была сделана на вывоз лесного сырья, на вывоз лесных ресурсов именно с территории нашего края. В 1897 году шведские предприниматели начали вырубку лесов на Печоре, которая раньше являлась абсолютно неосвоенной с точки зрения лесопильной промышленности. Уже в начале 1900-х годов в устье реки Печоры были построены два лесозавода, один из которых, действовавший под названием Стелла Паларе, стал крупнейшим предприятием на Севере. Рабочими на лесопильных заводах становились крестьяне-сезонники, сохранившие свои земельные наделы в деревне. Рабочий день на заводах продолжался более 12 часов, а заработная плата оставалась низкой. Еще тяжелее были условия труда у лесорубов и сплавщиков. Здесь рабочий день продолжался по 14 и более часов. Лишь в самом конце XIX века появились нормы трудового законодательства, позволившие сократить продолжительность рабочего дня до 11,5 часов. Одним из крупнейших предпринимателей Севера, занятых в том числе и лесным бизнесом, был Яков Ефимович Макаров. Годы жизни с 1851-го, а вот дата смерти не установлена. Он покинул территорию нашей страны в 1920 году, и точных сведений о дате его смерти мы не имеем. Это архангельский купец из купеческой династии Макаровых, очень известный на Севере благотворитель. В течение 16 лет он являлся гласным Архангельской городской думы, основал механическую мастерскую в Архангельске, а в 1879 году здесь был построен небольшой пассажирский пароход, получивший название «Первенец», который стал началом собственного пароходства, принадлежавшего Якову Ефимовичу. Пароходы его, совершавшие регулярные рейсы между левым и правым берегом Северной Двины, в общей сложности таких пароходов было построено шесть, и вы видите на слайде как раз фотографию, как выглядел такой типичный пароходик. В городе уменьшительно, ласкательно называли «макарками». Помимо речного бизнеса, связанного с речными перевозками, он построил в городе центральные, успенские и соломбальские бани. Владел собственным лесозаводом в Соломбале, был одним из инициаторов торговли лесом с заграницей. Свои капиталы он тратил на благотворительные цели, в том числе он основал первый в Архангельске летний театр, доходы от которого шли на содержание пожарной команды города Архангельска. Однако после революции и в ходе последовавшей за ним гражданской войны, Яков Ефимович был выжнужден уехать в эмиграцию. Более 60% всей пашни в Архангельской губернии приходилось на долю двух уездов. Это Шенкурский уезд и Холмогорский уезд. Именно здесь природно-климатические условия были наиболее благоприятны для занятия сельским хозяйством. В остальных же уездах, в Онежском, в Архангельском, в Мизенском, а уж тем более в Кемском или Кольском уезде, суровые природно-климатические условия не позволяли успешно заниматься земледелием. Земледельческая техника на Севере менялась очень медленно. В крестьянских хозяйствах продолжали использоваться саха и деревянная борона. Только со временем стали шире применяться плуг и цельнометаллические бороны. Однако причина здесь была не столько в косности или в безденежности северян, сколько в особенностях почвенного слоя. Дело в том, что на Севере преобладают подзолистые почвы, где толщина полезного, продуктивного слоя почвы очень незначительна. Поэтому саха, которая пахала не глубоко, а фактически рыхлила землю, она была более предпочтительной в использовании, нежели чем плуг, который переваливал, перелопачивал пласт почвы толщиной в 30 сантиметров и более. И в результате уже неплодородный песчаный слой почвы оказывался на самом верху, и посаженные в него растения приживались и росли значительно хуже. За счет собственных хлебных ресурсов север мог прокормиться не более 6 месяцев в году. Неурожайным был в среднем каждый третий год. Это очень много. Недостаток хлеба заставлял крестьян расширять овощеводство. Северяне сажали капусту, лук, морковь, репу, речку. А уже в пореформенный период времени стал активно внедряться картофель, который превратился для северных крестьян даже не во второй, а, наверное, в первый хлеб. Продуктивность животноводства оставалась очень низкой. Обеспеченность молоком в Архангельской губернии была в 1,6 раз ниже, чем в соседней Вологодской губернии. Активно будет развиваться во второй половине XIX века внешняя и внутренняя торговля. Это также было связано с развитием коммуникаций на севере, с появлением пароходного сообщения, а тем более со строительством железных дорог. Главными центрами торговли в регионе были ярмарки, крупнейшей из которых оставалась Маргаритинская ярмарка в Архангельске, учрежденная в 1844 году. Она являлась главным хлебным рынком региона, поскольку Архангельская губерния очень нуждалась в привозном хлебе. В пореформенное время продолжала существовать и традиционная поморская торговля. Она была меновой, то есть не связана с денежными отношениями. Хлеб напрямую менялся на соленую или сушеную рыбу. Дело в том, что в северной Норвегии, где также не хватало хлеба, но в изобилии имелась рыба, которую промышляли местные рыбаки, большим спросом пользовались привозимые из России мука и мучные изделия, медовые пряники, русские леденцы, а также строительные материалы. Северная Норвегия находится за полярным кругом, соответственно, там фактически нет леса. Поэтому толстая и тонкая доска, береста, обладающая водоталкивающими свойствами, все это было необходимо местным норвежским жителям. У норвежцев в свою очередь приобреталась выловленная ими рыба, соль, чай, некоторые другие колониальные товары, которые норвежцы привозили из стран Западной или Северной Европы. Северо-норвежские порты становились транзитными пунктами для осуществления русских торговых связей с нашего европейского севера в страны Западной Европы. Посмотрим, как будет осуществляться управление губернией в пореформенное время. Указом правительствующего сената в 1857 году была ликвидирована должность военного губернатора в Архангельской губернии. До этого гражданские полномочия и военные были разделены, военный губернатор отвечал за все военные вопросы, гражданский осуществлял руководство чиновниками, вот теперь должность военного губернатора была упразднена. С этого момента губернии стали управлять только губернаторы из числа гражданских лиц. С 1862 года после упразднения Архангельского военного порта, о чем мы с вами уже говорили, гражданские губернаторы стали именоваться просто губернаторами. Губернатор возглавлял губернское правление и председательство в различных учреждениях, в присутствиях, в комитетах, комиссиях, состоящих из чиновников. Всего за 1860-е 1890-е годы в Архангельской губернии сменилось 13 губернаторов. Наиболее запомнились северянам двое из них. С 1885 по 1893 год губернатором Архангельской губернии был князь Николай Дмитриевич Голицын, который много полезного сделал для развития всего северного региона и для города Архангельска в частности. Но особенно любим северянами был сменивший его в этой должности Александр Платонович Энгельгард. Александр Платонович Энгельгард годы жизни 1845 1903 действительный статский советник губернатор Архангельской губернии с 1893 по 1901 год. Даже само прибытие губернатора в Архангельск было построено необычно. Он приехал не традиционным путем по реке Сухани и по Северной Двине или по Сухопутному почтовому тракту, а он прибыл на пароходе через Норвегию, где познакомился со скандинавским опытом освоения севера. Он обеспечил представительство Архангельской губернии на всемирной выставке в Париже в 1900 году, оснастил экспонатами Архангельский публичный музей, причем многие из этих экспонатов он сам привозил из своих командировок по губернии. Он поддерживал гидрографические работы по трассе будущего Северного морского пути, участвовал в строительстве первого отечественного ледокола «Ермак», строительстве Мурманской биологической станции, совершал ознакомительные поездки на Мурманский берег, в Печорский край, Лапландию, на Новую землю, финансировал строительство больниц, развитие церковно-приходских школ, открывал бесплатные читальни, успешно боролся с эпидемией холеры, которая поразила наш регион в 1894 году, был автором книг «Русский север», опыт путешествия на Мурман, новую землю и в Печорский край, которые пользовались большим успехом у читательской публики 90-х годов 19-го века, был инициатором открытия отдела «Русский север» в публичной библиотеке, отдел, кстати, действует вплоть до настоящего времени, открыл торгово-мореходное училище, в 1901-1903 годах он занимал пост саратовского губернатора, а в начале 1903 года был назначен товарищем, то есть заместителем министра земледелия и государственных имуществ, однако болезнь вынудила его уехать на лечение в Швейцарию, где он и умер. Так вот, в переформенное время на местном уровне также появились новые учреждения. Надзор за выполнением фабричного законодательства стала осуществлять фабричная инспекция. Обеспечение порядка на местах возлагалось на полицию, начальником которой в губернском городе являлся полицмейстер. Уездное полицейское управление возглавлял уездный исправник. На органы самоуправления в городе городскую думу и городскую управу возлагались административные и хозяйственные задачи. Что касается крестьян, то они имели свои собственные общественное управление. Низовое звено на уровне крестьянской общины представлял сельский сход и выбиравшийся на этом сельском сходе всеми крестьянами сельские староста, а также другие сельские должностные лица. Несколько сельских обществ вместе образовывали второе звено крестьянского управления – волость. Но эта система управления не затрагивала коренные народы севера. В Ненецкой тундре существовало свое собственное родовое самоедское управление. С 1860-х годов начинается новый этап в истории политической ссылки на Архангельский Север. Она приобретает массовый характер, включает уже представителей широкого круга оппозиционных и радикально революционных движений, кружков и организаций. После подавления польского восстания в 1863-1864 годах в Архангельскую губернию были отправлены сотни его участников. В 1860-е и 70-е годы в Архангельской ссылке находились участники различных кружков и организаций чайковцы, ишутинцы, долгушинцы, участники хождения в народ, землевольцы, народовольцы. В 1870-х годах в различные уезды Архангельской губернии были высланы члены Южно-Российского союза рабочих и Северного союза рабочих, первых рабочих организаций нашей страны. В начале 1880-х годов в Архангельской губернии находилось около 300 политически ссыльных, в том числе и известный революционер-шестидесятник Заячневский, портрет которого вы видите на этом слайде. В 1880-е годы в ссылке оказались представители позднего народничества, ну а уже с конца 80-х годов социальный состав ссыльных начинает меняться. В Архангельскую ссылку попадают участники первых марксистских кружков, поэтому на смену разночинцам и интеллигенции приходят рабочие. Ну и такое большое количество ссыльных потребовало более широкого ареала расселения. Если в первой половине 19-го века ссыльных размещали всего в нескольких населенных пунктах на территории губернии, то во второй половине 19-го века вся территория севера и не только Архангельская губерния, но и соседняя с ней Вологодская губерния используется для размещения всех недовольных царским режимом. Так вот, ссылка в окраинные губернии европейской России называлась тогда ссылкой в места не столь отдаленные и рассматривалась как альтернатива более суровому наказанию ссылки в Сибирь или на Дальний Восток. Но не стоит думать, что Архангельская ссылка была чем-то сродни курорта. Это было тоже достаточно тяжелым испытанием. Почему? Не каждый ссыльный мог легко перенести перемену климата, суровые условия жизни в приполярном крае. Кроме того, ссыльный оказывался полностью оторванным от своих родных, от своих близких. Большинство из людей, пребывающих на север, не имело никаких рабочих профессий, не могло зарабатывать средства к существованию своим собственным трудом. Казенное пособие, которое получал ссыльный, зависело от сословной преднажлежности человека. Лицам привилегированных сословий полагалось 33,5 копейки в сутки. Согласитесь, за такие деньги можно даже нанять себе прислугу из числа местного населения. А вот представители непривилегированных сословий получали только 11 копеек. И в дни, когда выдавалось казенное жалование, выстраивались целые очереди из ссыльных за получением этого пособия. На этой редкой архивной фотографии мы видим с вами уездный город Яринск Вологодской губернии. И мы видим, что через всю центральную дорогу города в конторе банка выстроилась очередь из ссыльных, ожидающих выплаты месячного жалования. Без специального разрешения ссыльным запрещалось заниматься какой-либо общественной или педагогической деятельностью, а также заниматься медицинской практикой. Ежесуточно осуществлялся полицейский надзор за действиями ссыльного, особенно за его контактами с местными жителями. Нередко переписка ссыльного подвергалась просмотру. За нарушение режима ссылки предусматривался арест без суда и следствия на 7 суток, а по распоряжению министра внутренних дел арест мог быть продлен до 1 месяца, либо могло быть назначено наказание по суду. Но несмотря ни на какие существующие ограничения, ссыльным удавалось и здесь создавать свои кружки, распространять нелегальную литературу. Кроме того, многие ссыльные оказывали влияние и на общественную жизнь губернии, внесли свой вклад в культурное развитие нашего края и в его научное изучение. И здесь мы должны вспомнить с вами имя Павла Платоновича Чубинского. Годы жизни 1839-1884 год. Это известный правовед, этнограф, статистик, общественный деятель России и Украины. Осенью 1862 года он написал стихотворение «Щеневмерла Украина», которое впоследствии станет национальным гимном этого государства. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Причем, что любопытно, царские власти дождались окончания студентом-юристом учебного заведения и арестовали его на следующий день после получения диплома. В 1862 году за вредное влияние на умы простолюдинов он был выслан под надзор полиции в Архангельскую губернию. Однако здесь состоялся невиданный карьерный рост едва доучившегося юриста. Он стал судебным следователем в Пинниге. В 1863 году губернатор заметил его таланты и назначил его на должность секретаря Архангельского губернского статистического комитета. В этой должности он будет трудиться вплоть до 1869 года. Он руководил переписью населения Архангельской губернии, исследовал Пермиловскую тайгу, был попечителем городской публичной библиотеки, редактировал неофициальную часть архангельских губернских ведомостей. Официальную часть, посвященную политике, ссыльному Чубинскому редактировать было запрещено, а вот все оставшиеся страницы губернской многотиражки, где писали о погоде, о культуре, об образовании, о природных богатствах нашего края. Вот все эти разделы газеты редактировались лично Чубинским. И он сам писал свои этнографические научные очерки, посвященные нашему региону. Он принял участие в Печорской экспедиции 1867 года, организованной губернатором Гагариным. Инициировал перенос памятника Михаила Васильевича Ломоносова в Архангельске к зданию губернских присутственных мест. Итак, мы говорили с вами сегодня о том, как изменилось развитие Архангельского Севера во второй половине XIX века. Великие реформы Александра II затронули Архангельскую губернию лишь частично. Городская реформа была проведена успешно. В ходе реформы удельной деревни были освобождены крестьяне, правда, при этом они потеряли свои сенокосные угодья и леса. Реформа государственной деревни на Севере полностью провалилась. Земская и судебные реформы были проведены лишь в уездах, входивших тогда в состав Олоницкой и Вологодской губерний. Промышленность в 1860-е и 1870-е годы переживала упадок, а новый импульс развитию экономики придало появление пароходного и железнодорожного транспорта. В 1880-е и 1890-е годы быстро развивалась лесопильная промышленность, в том числе за счет привлечения иностранного капитала. Как и во всей стране, в Архангельской губернии появились новые органы управления. В городах городские думы и управы, полицмейстеры и уездные исправники, фабричная инспекция, а в сельской местности сельские сходы и выборные старосты. Ну и наконец, в 1860-е и 1890-е годы значительно возросло число политических ссыльных на север, расширился их социальный состав. В начале 60-х годов это были участники польского восстания, в 60-е и 70-е годы входившие в различные народнические и революционные кружки разночинцы, а в 70-е и 90-е годы члены рабочих и марксистских кружков. Спасибо большое за ваше внимание.